Я приветствую вас, друзья, на своем канале и в этом видео о наболевшем, о судебных приставах и о зависших долгах. Внесудебное банкротство для граждан, общий размер задолженности, которых не превышает 500 тысяч рублей, хорошее решение для многих должников, которые не в состоянии заплатить за полноценную судебную процедуру. Сложность же заключается в том, что оценка неплатежеспособности должника, по сути, переложена с финансово-управляющего и суда на судебного пристава. Ведь для того, чтобы пройти эту желанную для многих и, главное, бесплатную процедуру, нужно, чтобы на дату подачи такого заявления в МФЦ в отношении должника было окончено исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю на основании пункта 4, части 1, статьи 46 Федерального закона об исполнительном производстве. Исполнительные производства же могут длиться месяцами и годами, точнее, висеть без движения. Пристав разослал запросы в банки, Росреестр, ГИБДД, направил, в лучшем случае, повестку должнику о явке, а может даже осуществил выезд по месту проживания должника, если взыскатель попался настойчивый. Итог. Имущества нет, денег на счетах официального дохода тоже нет, по исполнительному листу взыскатель не получил ни копейки. Однако оканчивать исполнительное производство по пункту 4, части 1, статьи 46, пристав не собирается. Причины такого поведения пристава. Перед окончанием исполнительного производства пристав обязан составить акт о наличии обстоятельств, в связи с которым исполнительный лист возвращается взыскателю. То есть подтвердить документально, что принял все меры для розыска имущества должника, и они оказались безрезультатными. А потом утвердить этот акт у старшего пристава, который проверит его работу. Кроме того, взыскатель может обжаловать это постановление об окончании исполнительного производства. И приставу еще и в суды ходить придется. А зачем? Пусть себе висит и дальше. Обычно вот именно так рассуждают судебные приставы. До сентября 2020 года должнику, в общем, наверное, было бы все равно на бездействие пристава. Но теперь ситуация иная. Должник готов бежать в МФЦ и начинать новую финансовую жизнь. А неоконченное исполнительное производство, которое возбуждено там несколько лет назад, сделать этого не дает. Бездействие пристава нарушает права должника на прохождение внесудебной процедуры банкротства. Запомните это. Поэтому возникают вполне закономерные вопросы. Что именно и в какой срок должен сделать пристав, чтобы окончить исполнительное производство именно по пункту 4, части 1, статьи 46 закона об исполнительном производстве? Что делать должнику, чтобы получить от пристава нужное для себя постановление? Пристав должен в течение двух месяцев со дня возбуждения исполнительного производства обеспечить исполнение исполнительного документа. Об этом говорит пункт 1, статьи 36 закона об исполнительном производстве. Следовательно, розыск имущества должника не должен превышать вышеуказанный срок. Итак, в течение двух месяцев пристав может и должен, по крайней мере, направить и получить ответы из кредитных организаций, то есть банков, о наличии денежных средств на счетах должника. Наложить арест на имеющиеся открытые счета, независимо от наличия на них средств. Запросы направляются приставам в электронном виде, в основном, поэтому все происходит быстро. Направить запросы также в Росреестр ГИБДД о наличии сведений об имуществе должника. Направить запрос в Пенсионный фонд о предоставлении сведений об официальной работе должника и получаемой им пенсии. Также опросить должника и совершить выезд по его месту проживания, поскольку там может находиться движимое имущество, на которое вполне можно обратить взыскание. Но это не всегда происходит. Если указанные меры результата не дали, пристав должен составить соответствующий акт и окончить исполнительное производство в связи с невозможностью взыскания. Что же делать должнику, чтобы ускорить работу пристава? Узнав о возбужденном исполнительном производстве, необходимо для начала подать заявление на ознакомление с его материалами. Это можно сделать через канцелярию подразделения службы приставов или через госуслуги. Ознакомившись с производством, вы хотя бы будете понимать, что сделал пристав. Вот сейчас не удивляйтесь, если вам нечего скрывать, окажите приставу содействие. Ведь в первую очередь вы в этом должны быть заинтересованы. По собственной инициативе придите на прием к приставу. Расскажите о своем печальном положении и намекните, что выход есть только во внесудебном банкротстве. Пристав сразу возьмет письменное объяснение у должника. Лучше также его продублировать через канцелярию письменное объяснение, чтобы они потом не потерялись, потому что всякое бывает. Предложите содействие в доставке запросов у полномоченные органы. Большинство запросов, конечно, отправляются в электронной форме, но тем не менее. Покажите, что хотите помочь. Предложите через канцелярию обеспечить выезд пристава по месту своего жительства, по адресу регистрации. Лучше там, конечно, не проживать и не иметь личных вещей, а проживающие там люди смогут это подтвердить. И по месту реального жительства, съемная квартира, комната с предметами интерьера от арендодателя, это зафиксировано в договоре найма. А то и вообще, как они гостиницы, как некоторые живут. Если, несмотря на принятые усилия пристав оканчивать производство, не намерен в течение двух месяцев с момента его возбуждения, обжаловать его бездействие старшему приставу, затем бездействие старшего пристава в прокуратуру и параллельно в областное управление приставов. Далее, при отсутствии эффекта, обжаловать бездействие в суд. Нарушенное право должника – право на подачу заявления о банкротстве во внесудебном порядке. Самое главное – не надо терять время и бездействовать. Ну а если у вас остались вопросы по этой теме или вообще ничего не получается сделать самостоятельно, то напишите мне для консультации, я буду рад вам помочь. И удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok